Всем привет, я Монстровед! Ммм, чем так ароматно пахнет? Может быть, этой чашей со вкусным шоколадом? Я планирую приготовить шоколадный чизкейк. Да нет, это несет отнюхохвата, который мне здесь позирует. Я его сейчас вам быстренько зарисую. Наш дракон с его нестандартными параметрами относится к классу загадочных. Помимо четырех голов, он нестандартен тем, что вместе с землетрясом у него пасть раскладывается на несколько челюстей. Его раскрытая пасть похожа на ядовитый цветок, типа росянка. И у наших опасных голов цветков в каждой пасти есть по три тычинки с шариком на конце. Это те самые органы, которые источают запах шоколада. Кстати, вообще-то викинги не знают шоколада. Им просто нравился запах, который идет отнюхохвата. Они не могли полностью идентифицировать запах. Просто перлись где вкусненько. Наш дракон длиной 21 метр. Его цвет это разнообразные оттенки зеленого. От желтоватого до салатового. Помимо четырех голов, у него два хвоста. Узревая у него нечто, что я называю хребтом. Выглядит оно, как маленькие темненькие листья. У разнокрыла то же самое, только красный. У нюхохватов вместо рогов находятся лианы коричневого цвета. Его крылья достаточно большие и похожи на огромные листья. А, кстати, знаете, как он охотится? Он лапами и крыльями зарывается в землю так, что нижнюю часть тела не видно. И становится похоже, что это цветки с огромными листьями. Когда кто-нибудь подходит достаточно близко, он его пожирает. Фламя у него тоже круто нестандартное. Это горючий метановый газ. Я даже не представляю, как это может выглядеть. Слабости пока не найдены. Нюхохват обитает на острове легендарного крыла. Там же живет и Вечнокрыл. Из боевых возможностей хочется только сказать, что у него четыре выстрела его нестандартного тумана. И напоследок совет от монстроведа, как его приручить. Ну, я думаю, не стоит его приручать. Но, во-первых, он может выделять гормон, из-за которого он будет очень плохо пахнуть, как сколос. И, во-вторых, он раз в месяц линяет, сбрасывает все ногти, когти и зубы. Но если все-таки вы надумали, то стоит пойти и подраться с ним в грязевых боях. Он очень любит гулять под дождем и, как свинка в грязи, колбасица. На этом у меня все. Мой чизкейк уже готов. И я сейчас буду лакомиться. А вы ставьте мосты лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и делитесь видео с друзьями. Всем пока!